да все еще жив все еще 19 рот разминал это жизнь у меня такая завода на ночную помните же за завалой работаю с ночной сюда в общем есть охота поэтому берите сковороду может побольше идем готовить сковороду значит ставим раскаляться как проверить что готово ну копните воды немножко видите пузырьки это нормально теперь можно лить маслом любое растительное на ваш вкус оливковое у меня сегодня 1 2 столовые ложки можно 3 пока сковорода или масло нагреваются быстренько нарезаем два куриных филе кусочки на ваш вкус ну только сейчас не ешьте вы же не мистер кот кидаем значит птицу на разогретое масло и пока образуется нижняя сковорынка быстренько займемся с мчп пакетик скалка и подробили присыпаем сверху куриную грудку и проверяем возможно уже пора переворачивать если хорошенько разогрели сковороду и масло ничего не пристанет это работает всегда перемешайте курицу и убегайте натирать имбирь 1 столовая ложка уже натертого небольшой кусочек а если любите имбирь можно и больше кстати можете его и не чистить в кожице довольно много полезных веществ но не забудьте помыть также очистим и нарежем ну три-четыре зубчика чеснока насколько там то куриное филе выжаривать ваша же задача добиться вот этой карамельной штуки и затем скидываем уже чеснок и натертый имбирь сковороду помешаем слегка сразу почувствуете этот запах но потерпите будет еще вкуснее для этого отмерим один стакан риса если в граммах ровно 200 добавляем ровно в два раза больше воды то бишь 2 стакана но два к одному вы же знаете и сразу смотрите какого цвета становится вода от карамели вот же где весь вкус перемешайте за 1 сковороду помоете чё уж там прикроем крышкой дождемся пока закипит и оставляйте готовится минут на 10 сейчас я перекрываю да вот эту штуку тоже просто человек который обещал приехать помыть еще не доехал так нормально насчет риса я использую рис басмати сорт басмати просто потому что ну я его люблю и он готовится реально минут 10 а если вы возьмете другой то читайте на упаковке время приготовления а если вы возьмете круглозернистый то ну не берите ну и пока суд до дела займемся овощами морковка нам понадобится одна штука кстати если хотите ее можете добавлять сразу вместе с рисом ну или спустя пару минут я не добавляю потому что хочу что в конце что-то хрустело после моркови стоит нарезать еще одну сладкую перчину на которой паприка пользуйтесь моментом сейчас она стоит ерунду а зима близко знаете ли ну и до вершения какая-нибудь зелье брокколи можете взять замороженные у нас тут тоже где-то стакан может больше все на свой вкус как только увидите что рис впитал себя практически всю воду кидайте туда овощи а вместе с ними и соевый соус он у нас вместо соли кстати но четверть чашки где-то одна столовая ложка уксуса мы взяли рисовый видите остатки что-то еще осталось после куриных крылышек помните их вспоминайте почаще далее мед одну столовую ложку нам нужна сладость можете заменить сахаром ну и для пикантности красный перец тот что острый конечно тут тоже по вкусу но не забывайте что имбирь тоже даст остроту и в довершении чтобы вся эта прелесть загусла смешайте треть стакана воды и одну столовую ложку кукурузного крахмала можно картофельного хорошенько растворите крахмал холодной воде и затем уже вливаете в нашу посудину последний раз перемешаем и готовим на среднем огне до испарения воды можете затем накрыть крышкой пусть немножко настоится подавайте разумеется горячим это быстро это вкусно это можно и с палочками что еще нужно для отличного ужина особенно если в компании кстати порция в сковороде человек на четверых ну здорово ж блин я я такой невоспитанный ярослав иваныч ваша порция увидимся